Привет! Lenovo Z6 Lite. Самый доступный на данный момент смартфон на Snapdragon 710. Перед этим самым доступным был Meizu X8. Тоже отличный смартфон, а этот еще дешевле. 154 доллара на AliExpress. И это за 4,64 гигабайт памяти. Ссылку где брал добавлю в описание. Но сейчас мы глянем на все его плюсы и минусы. Итак, поставляется он в стильной красивой коробке от Lenovo. В ней конверт с чехлом и документацией, чехол прозрачный, силиконовый, сам смартфон в пленке, кабель USB-C. Наконец-то встречаем в бюджетниках. Блок быстрой зарядки, который нужен переходник. При включении сразу обнаруживаем, что есть все нужные нам языки. Также сразу видим двухдиапазонный Wi-Fi. Рабочий стол. Все очень симпатично с виду. Экран 6,3 дюйма, Full HD+, 16,5 к 9. Конечно же широкоформатник, как тут иначе. И экран мне тут понравился. Цвета насыщены, углы обзора отличные. Можно включить ночной режим, выбрать баланс белого. При просмотре видео из YouTube, если растянуть, будет видна капелька. В играх, как выяснилось, обрезается под нее. Сам смарт выполнен полностью из пластика. Такая себе пластиковая ванночка у нас. Я в принципе ничего другого и не ждал за эти деньги. Не люблю я глянцевый пластик и тех, кто задал эту моду. Отпечатки тут, как тут и царапины тоже не заставят себя ждать, если не пользовать чехол. Никаких скрипов и прогибов я не заметил. На нижней грани динамик, микрофон, вход под USB-C, вход по 3.5 миниджек. Вверху тоже скучает в одиночестве второй микрофон. Модуль камеры тройной и выступает не сильно. Тут же у нас сканер отпечатка пальцев на спинке. И кстати разговорный динамик, тонкая полосочка сверху. Рядом индикатор событий и другие датчики возле фронталки. Лоток под сим-карты у нас комбинированный. Можно вставить карту памяти при желании, но я ограничился пока одной симкой. И в целом смартфон выполнен в современных трендах. Не больше не меньше, с тонкими рамками, модной тройной камерой и каплевидным вырезом под фронталку. Что первое бросилось в глаза, так это то, что смартфон переведен не полностью. То есть где-то тут вмешалась рука китайца, накатив языки на смартфон. А если зайти в пункт о телефоне, то какого-то лешего тут написано, что это Lenovo K10 Note. Предполагаю, что на его основе и делался кастом. Или оттуда одолжили, по крайней мере что-то. Не скажу правда, что это мне принесло дискомфорт, все интуитивно понятно. Но все же переведено на процентов 85 максимум. Ладно, оболочка у нас прикрывает Android 9. Очень простая, со всем необходимым, местами с функционалом чистого Android. Меню приложения открывается свайпом снизу вверх, хотя все приложения дублируются на рабочем столе. Доступно также управление жестами под названием U-Touch. Впервые встречаю такую реализацию, когда шаг назад это свайп снизу вверх. Свернуть все приложения и вернуться на рабочий стол нужно при свайпе снизу вверх задержать палец. И чтобы открыть запущенные приложения, нужно слева направо снизу сделать свайп. Как по мне, шаг назад неудобно делать с нижней грани, постоянно нужно тянуться, потому я оставил стандартные кнопки, поменяв кнопку назад с левой на правую сторону. Сканер отпечатка пальцев работает не молниеносно, но и немедленно, распознает точно. Можно добавить разблокировку по лицу, только когда телефон узнает вас, нужно еще провести пальцем по экрану. А это уже нивелирует весь комфорт данного процесса и отпечатком пальца будет быстрее, так что бесполезно. А так в целом оболочка достаточно отзывчива, приложения открываются и работают быстро за счет хорошего процессора. К слову, 710 снаб в Antutu выдает на нем 171 тысячу баллов, и это очень хороший показатель в этой ценовой категории. Естественно, можно играть и в самые тяжелые игры, если не на ультра, то на самых высоких настройках. И PUBG, и танки, и другие игры будут идти припеваючи. Потому данный смартфон можно назвать самым доступным игровым решением на сегодня. Звук. Из внешнего динамика мы получаем достаточно громкий и объемный звук, который нельзя отнести к топовому, но и дешевым его не назовешь. Звук. То, АПТХ поддерживается. В обычных наушниках звук неплохой. На максимального уровня громкости в шумных местах может кому-то оказаться маловато. Запас по громкости не то, что никакой, но он не очень большой. По связи нет никаких претензий. Даже Band 20 LTE есть. Хотя это китайская версия. 4G у меня ловит тоже без каких-либо вопросов. Bluetooth 5.0, Wi-Fi двух диапазонный, модуля NFC нет. Все датчики на месте, в том числе и гироскоп. Камера. Тут у нас интересный случай. Во-первых, я тут заметил, что яркость экрана на ярком солнышке маловато. И приходилось всматриваться, что на нем во время фото. Основной модуль тройной, на 16, 8 и 5 мегапикселей. Все дело в том, что тут нет ширика, как делают сейчас. Есть только основной модуль на 16 мегапикселей и телевик на 8 мегапикселей. Пример записи видео на смартфон Lenovo Z6 Lite. 4К 30 кадров максимум, что можно снимать. Нет ни электронной, ни оптической стабилизации. И это, конечно же, минус в копилку данному смартфону. Потому что почти все конкуренты предлагают уже хотя бы электронную стабилизацию. Сейчас я иду средним шагом. Ну и тряска будет, конечно же, во время просмотра. Разве что, если очень плавно идти, снимать или поворачивать корпус, тогда будет более-менее нормально. А так, качество вроде бы должно быть неплохое. Не нравится, что автофокус немножко скачет. Модуль на 5 мегапикселей помогает в размытии заднего фона. Обычно, если есть телевик, то именно он делает портреты, чтобы не искажать геометрию и пропорцию лиц людей на близких расстояниях. Как иногда это может делать основной модуль. Но тут же именно он и фотографирует. Фронталка у нас на 16 мегапикселей. И, в принципе, за эти деньги качество нормальное. Батареи 4050 мА. И это одна из его сильных сторон. У меня были Redmi Note 7, 7 Pro. Там тоже батареи по 4000 мА. И держали они очень хорошо. Данный смартфон точно держит не хуже. На полный день его точно хватает. Полчаса видео из YouTube садят смартфон на 4%. А полчаса игры на 7%. А зарядка, я бы не сказал, что очень прям быстрая, как заявлено. За 30 минут плюс 29%. За час 59. И полностью заряжается примерно за 2 часа, что не есть рекордом. В итоге, друзья, я могу сказать, что данный смартфон подойдет тем, кто желает получить максимальную производительность за минимальные деньги. И как бы даже можно закрыть глаза на пластиковый корпус смартфона. И недопереведенные пункты меню и шторки. Тут нужно делать выбор пользователю, что у него в приоритете. Я, например, люблю снимать видео и стабилизация довольно-таки важна для меня. Но если бы я любил поиграть и видеосъемка мне и даром не нужна, то чем мне вариант за 150 долларов? Причем камеры в фото довольно-таки неплохие. И я думаю, что смартфон стоит своих денег и найдет своего покупателя. В следующем видео расскажу вам о самом доступном смартфоне-кошельке с NFC. И вообще, много интересного будет. Подписывайтесь! С вами был Smart Plus. Прощаемся ненадолго. Всем пока, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok